Павел Нахимов Став продолжателем их славных традиций Будущий адмирал появился на свет 5 июля 1802 года в селе Волочок Смоленской губернии в семье Степана и Феодосии Нахимовых У мужчин рода была традиция и долг – служить Отечеству Дед Михаил Тимофеевич – казак, участвовал в суворовских походах За безупречную службу и заслуги получил чин сотника Отец Степан Михайлович был секундмайором при Екатерине Великой Военная карьера была предопределена Павлу Степановичу Нахимову Иных способов вывезти в люди пятерых сыновей у его отца отставного секундмайора Степана Нахимова не было Содержать такое большое семейство на скудный доход от небогатого имения в селе Городок было непросто Так что отец от лица 11-летнего Павла и его брата Ивана Подал морскому министру Ивану Дитроверсе прошение о зачислении их кадетами в морской кадетский корпус Из-за нехватки мест мальчиков зачистили кандидатами на вакансии Что означало обучение в корпусе по индивидуальным планам И лишь два года спустя, 3 мая 1815 года Долговязый 13-летний мальчишка Наконец надел военно-морскую форму Как и его старшие братья Чтобы больше никогда в жизни не менять ее на партикулярное платье Учился Нахимов блестяще Уже в 15 лет став мечманом на бриге Феникс Во время учебы обнаружилась любопытная черта Нахимовской натуры Которую метко обозначил историк Торле Никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел Петербург, Лондон, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско Были для Нахимова не городами, а лишь якорными стоянками Во всяком случае, когда в 1821 году Мичман Нахимов отправился в Архангельск Занимать должность офицера-артиллериста На строящемся линейном корабле Он в итоге оказался одним из 176 счастливчиков Составивших команду построенного Архангелогородцами регата-крейсер Это назначение навсегда связало судьбы Двух выдающихся русских адмиралов Командира крейсера Михаила Лазарева Героя похода в Антарктиду Бесстрашного мореплавателя И затребованного им в команду Мичмана Павла Нахимова Которого характеризовали как Отменно усердного к службе и знающего Благородного поведения Но не имевшего еще случая отличиться Став одним из лучших Он был приглашен Лазаревым В кругосветную экспедицию Чист душой и любит море Так охарактеризовал командир Молодого моряка Кругосветные плавания в то время были Самой желанной мечтой любого мореплавателя В 1822 году Нахимов под руководством Лазарева Отправляется из Петербурга На фрегате-крейсер В трехлетние путешествия После кругосветки На мундире Павла Степановича Появилась первая награда Орден Святого Владимира Четвертой степени за то Что спас упавшего за борт матроса По возвращении в Санкт-Петербург Нахимов снова направляет в Архангельск В экипаж строившегося тогда Азова Уже 1 октября 1827 года Лейтенант Нахимов получил И первое боевое крещение На корабле Азов Во время боя в Наваринской бухте В этом сражении Объединенные силы России Великобритании и Франции Выступили в Средиземном море Против турецкого флота Наваринское сражение Прекрасно показало решительность Нахимова Вице-адмирал был готов принять бой Перед началом сражения Турки были уверены в победе Однако дело окончилось полным разгромом Корабль Азов На который годом ранее Перешел служить Нахимов Ближе всех подошел к неприятелю Громя турок С расстояния не пушечного Но пистолетного выстрела Не уцелело ни одного турецкого судна Лишь пароход Таиф Смог выбраться из бухты В плену оказался командующий Турецкого флота Ибрагим Паша Азову Уничтожившему пять турецких кораблей Впервые на русском флоте Присвоили георгиевский кормовой флаг А Павел Степанович Награжденный орденом Святого Георгия 4 степени Стал командиром захваченного корвета Переименованного в Наварин Потом новые награды и корабли Паллада на Балтике Селистрия в Черном море Михаил Лазарев ходатайствовал О переводе Нахимова в Севастополь Русская эскадра Под командованием Адмирала Павла Степановича Нахимова Вышла из Севастополя С целью помешать туркам Снабжать оружием и боеприпасами Кавказских горцев Имелись разведывательные данные о том Что в Синопской бухте Группируются корабли Османской империи На которых имеют не только боеприпасы И оружие для кавказских горцев Но и крупные армейские подразделения Которые должны были высадиться в районе Сухума и Поти Чтобы вступить в боевые действия против русской армии Подойдя к Синопу Нахимов убедился в верности разведывательных данных В бухте находились 7 турецких фрегатов 2 корвета 1 шлюп и 2 больших парохода Командовал эскадрой адмирал Осман Паша Турецкую эскадру прикрывали береговые артиллерийские батареи В распоряжении Нахимова было 6 линейных кораблей 2 парусных фрегата и 3 парусно-паровых фрегата С конца октября Нахимов крейсировал по морским просторам Между Сухумом и Синопом Последний порт был одной из главных баз турецкого флота Что представлял Синоп? Порт, защищенный от недобрых северных ветров гористым полуостровом Значительные размерами и глубинами Прикрытые береговыми батареями Здесь турецкие корабли могли прекрасно укрываться От преследовавшей их русской эскадры Утром 30 ноября Русская эскадра, 6 линкоров и 2 фрегата Направились в Синопскую бухту И заблокировали выход из нее 8 кораблей русской эскадры Разгромили вдвое превосходящие силы противника Сражение началось в 12 часов 30 минут А завершилось полным разгромом турецкой эскадры Уже к 15 часам Такого блестящего успеха Нахимов смог добиться Благодаря тому, что, во-первых, атаковал неприятеля Вопреки устоявшимся правилам двумя колоннами Что затруднило турецким артиллеристам обстрел А во-вторых, очень важен был и фактор внезапности Осман Паша никак не мог ожидать Что русские войдут в бухту Защищенную огнем береговых батарей В то время считалось, что такая попытка Обрекает смельчака на поражение И, разумеется, огромную роль сыграли выучка И храбрость русских матросов и офицеров Потери Осман Паши были огромными Все корабли эскадры были уничтожены Турки потеряли 3000 моряков, 1000 пехотинцев-десантников И почти 500 орудий Сам Осман Паша попал в плед Потери Нахимова составили 38 человек убитыми И 210 ранеными Два судна нуждались в починке Нахимов будет в центре боя На флагмане императрица Мария Получившим больше всего пробоин После этой победы он получил личное поздравление от императора А также был удостоен высочайшей государевой грамоты Истреблением турецкой эскады при Синопе Вы украсили летопись русского флота Новою Победою Которая навсегда останется памятной в морской истории Написал в указе о награждении Нахимова Орденом Святого Георгия Второй степени Император Николай I Весть о Синопской Победе Быстро разнеслась по России Ура, Нахимов! Неслись возгласы с кораблей в Севастополе Отныне Нахимова знали не только моряки Знала вся страна Однако сам флотоводец был обеспокоен этой победой Здесь Павел Иванович станет адмиралом И командующим эскадрой Причуствуя будущие суровые испытания В 1853 году началась Крымская война Синопское сражение обеспокоило европейские державы Вскоре после описываемых событий Великобритания и Франция заявили Турции о своей поддержке Отправив в Черное море мощный флот Союзники, сражавшиеся бок о бок в Наваринской бухте Теперь стали противниками Во время Крымской войны Черноморский флот взял на себя основную нагрузку в сражениях Эскадра под командованием Нахимова В то время уже служившему в чине вице-адмирала Противостояла мощно оснащенным кораблям неприятеля Ему пришлось использовать всемыслимые и немыслимые резервы Для выполнения поставленной задачи Найти и сразиться с турецкой эскадрой в Черном море А потом будет 11 сентября 1854 года И моряку, отдавшему почти 40 лет флоту Не проигравшему ни одного сражения Придется выполнять приказ по затоплению флота Чтобы закрыть вход врагу в Севастопольскую бухту Город под руководством Корнилова и Стомина и Нахимова Стал готовиться к обороне Тяжелым ударом для моряков была гибель флота Русские парусные корабли не могли противостоять Более мощным и быстрым паровым кораблям французов и англичан В самом мрачном состоянии духа Нахимов встречал приказ затопить корабли У входа в Севастопольскую бухту На дно легли 5 линейных кораблей и 2 фрегата Над водой остались торчать их мачты Вскоре на Севастополь обрушилась страшная буря Которая разметала вражеский флот Но в итоге и повредила затопленное заграждение Для его ремонта пришлось затопить еще один корабль А в январе 1855 года еще несколько Которые стали второй линией заграждения И Павел Нахимов сойдет на берег Чтобы с тысячами матросов, солдат, офицеров, севастопольцев Сражаться за город Он возглавит оборону южной стороны В феврале 1855 года станет военным губернатором города В октябре 1854 года началась оборона За свою неприступность зарубежная печать Озаглавила Севастополь русской троей В первый же день Нахимов потерял своего давнего друга Владимир Алексеевич Корнилов Первый руководитель Севастопольской обороны Был смертельно ранен на Малаховом кургане Русским войскам предстояли еще 11 месяцев кровопролитных боев Помните, что вы черноморские моряки И что защищаете родной ваш город Мы неприятелю здесь отдадим одни наши трупы и развалины Нам отсюда уходить нельзя Много раз на передовой произносил эту фразу Павел Нахимов И не уходил сам В первую бомбардировку 5 октября 1854 года Руководил боем на третьем бастионе Был ранен В марте 55 года контужен осколком бомбы на Камчатском блюнете Но с уцелевшей частью солдат и матросов пробился штыками из окружения В штыковой атаке вместе с матросами отбил 6 июня Малахов курган Через три недели на этом кургане Павел Нахимов, сжав в руки подзорную трубу Поднимется на возвышение бруствера Вражеское пуля попадет прямо в голову Лучшие врачи обороны будут бороться за жизнь Павла Степановича Но безрезультатно 30 июня, 12 июля по новому стилю адмирала не станет Его тело накроют изудранными ядрами кормовым флагом императрицы Марии И матросы, сменяя друг друга, будут прощаться с командиром А затем уходить на бастионы, как завещал Нахимов На том самом месте, где пуля оборвала жизнь великого флотоводца Была возведена мемориальная плита На камне нет изображения героя Зато высечена фраза Здесь, на бастионе Малахова кургана 28 июня 1855 года Смертельно ранен адмирал Павел Степанович Нахимов Смертельно ранен адмирал Павел Степанович Нахимов Смертельно ранен адмирал Павел Степанович Нахимов